Пост Экадаши, Накшатра Пушья, ретроградный Меркурий – всё это ожидает нас на предстоящей неделе. А теперь давайте обо всём поподробнее. Эта неделя не слишком насыщена на астрологические события. И по-прежнему всю неделю будет влияние ретроградного Меркурия. Он закончит своё влияние только 25 апреля. Поэтому, пожалуйста, если у вас планируются какие-то важные дела, связанные с переговорами, документами, учтите влияние нашего ретро-Меркурия. На данном этапе он в большей степени влияет на сферу взаимоотношений, возвращая отношения из прошлого или прорабатывая какие-то ситуации. 16 апреля нас ожидает замечательный день. Это всеми нами любимая Накшатра Пушья. Если вы ни разу не практиковали эту Накшатру, я рекомендую настоятельно попробовать, поскольку это замечательная практика, которая привлекает ваш гардероб обновки в течение последующего месяца. И нужно сделать всего лишь одно ключевое действие – это надеть любую новую вещь именно 16 апреля. 18 апреля нас ожидает пост Акадаши, а в этот день необходимо будет поститься. Коридор затмений закончился, но тем не менее пост Акадаши – это отличная практика, которая позволяет поддерживать не только здоровье, но и помогает в духовном развитии. Поэтому, пожалуйста, учтите, что 18 апреля благоприятно поститься. В этот день благоприятно не только отказаться от пищи животного происхождения или вообще от любой пищи, но и сделать акцент на духовные практики. Вообще, эту неделю можно охарактеризовать как очень быструю относительно энергии. Если что-то важное вы запланировали, то подождите уже окончание ретроградного Меркурия, это будет вторая половина следующей недели, или постарайтесь все вопросы важные решить во второй половине предстоящей недели. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотели бы рассчитать персональные показатели, вы всегда можете обратиться ко мне, я буду рада помочь. Вот такая нам предстоит неделя. Надеюсь, что информация была полезной. И всего вам хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok